ладно ладно ныряй обратно кустой я пошел обзор делать дорогие друзья всем привет и добро пожаловать на канал коротко не коротком с вами кин и сегодня я расскажу вам про сериал со сайте расскажу вам про сериал общество но перед началом я напомню что я сделал вам небольшое такое предложение благодаря которым вы можете попасть ко мне на канал как это сделать подробнее по ссылочке сверху а мы начинаем по сюжету группа подростков отправляется на экскурсию но их поездка отменяется хотя этот день ребятки все же запомнят надолго так как возвращаются они в свой город с небольшой поправкой в их городе больше нет взрослых а еще выхода теперь вместо всех въездов и выездов вырос лес я не понял так же связи с родителями тоже нет может они где-то где нет связи не знаю в укрытии в каком-то и там не ловит телефон а позвонить или написать они могут только друг другу но благо ребятки у нас подобрались не дегенераты ну не все и придя в себя сообразили что чтобы выжить им нужно создать своеобразную общину а вот куда пропали взрослые и вообще что творится не скажу потому что спойлеры сериал вышел на платформе netflix 10 мая 2019 года и сразу привлек меня идеей пропали взрослые почему дети остались что же там произошло и хоть не сразу ткнули ответом про что этот сериал все же лично я был немного обманут объясню я ожидал что-то вроде сериала вейвард пайнс с его нарастающей загадочностью ладно для тех кто не смотрел объясню иначе я ожидал одну масштабную загадку которая с каждым эпизодом будет обрастать новой тайной и странностью а в конце мне как зрителю объяснят все происходящее а я как говорил уже не раз люблю либо суперское объяснение либо никакого объяснения например мне дико не понравилось объяснение происходящего фильме знамение сам фильм для меня был интересным загадочным интригующим с магией чисел а виноваты во всем пришельцы сейчас дорогие друзья я скажу небольшой спойлер касательно объяснения происходящего в сериале и всем кто не хочет знать перемотайте на вот это вот время все перемотали слушайте объяснение происходящего в сериале нет нет там говорится про возможные параллельные реальности но пока точно ничего не объясняется я думаю это значит что это не наша земля это параллельная вселенная почти такая же как наши но не совсем и сериал заканчивается на клиффхенгере с намеком на второй сезон но сейчас мы поговорим не про объяснение а про загадочность сериале центр внимания сериала смещен в сторону поведения подростков на фоне события они на загадочном событии то есть те кто как и я ждал мистического триллера могут пойти поспать потому что хоть тема сериала а именно пропажа взрослых и поднимается в сериале и сам сериал на ней построен но все же все внимание уделено именно жизни подростков кстати к этим самым подросткам у меня есть небольшая придирка именно что придирка и именно что лично от меня скажите мне где вы видели таких рассудительных подростков я к тому что случись такое знакомых мне местах вряд ли бы до вечера дожила хоть половина подростков а в магазинах хоть что-то осталось тут же у детишек мир буквальном смысле перевернулся на они все спокойны не они конечно попереживали первую серию и начали строить коммуну комендантский час в полночь обязательные ежедневные совещания и доктрина общины тот кто не работает не есть хотя там где я придрался там мы похвалю так как я пожелаю что чтобы не случилось все сохраняли именно такую рассудительность как и эти ребятки еще и похвалю сериал за несколько вещей во первых за то что он не боится показать зубы а именно персонажи могут оказаться далеко не теми кем кажутся или кого-то могут просто убить и он не поправится или оживет как в сверхъестественном во вторых огромный респект за то что сериал отлично держит ноту если идет напряженный момент он и будет лица держа в напряжении если грустный то он не перебьется шуткой останется грустным ну и в третьих похвалю основу сериала а именно подростковую драму да хоть и на фоне таинственного события но все же подростковую драму и я ничего не имею против данного направления хотя мне больше по душе гиг тематика но когда на горизонте появляются сериалы типа 13 причин почему бесстыжих полового воспитания и общество то я с удовольствием уделю им время так как драма насыщена в них событиями и подкреплена интересным сюжетом но я подмечу что подростковая драма это в основном смех сопли и болтовня с интересным или нет в данном случае с интересным сюжетом так что вы в принципе должны понимать что вас ждет а ждать вас будет один процент мистики и 99 как раз таки процентов болтовни соплей смеха и страданий ну что ж подытожим сериале довольно интересно наблюдать как изолированные от мира подростки пытаются построить некое подобие взрослой жизни но если вы прочитали описание его зацепила идея пропажи взрослых то вы скорее всего будете расстроены так как этому уделено крайне мало времени а сам сериал сосредоточен не на этом лично от себя я скажу что сериал мне офигеть как понравился и я себя не раз ловил на мысли что я смотрю на игру престолов в новой обертке и это лично мое мнение и да я не шучу потому что так же как и в игре престолов от некоторых сцен я ухахатывался некоторые держали в лютом напряжении а от некоторых у меня просто были эмоции по типу что 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 да ну не и хоть новостей о продлении сериала еще пока не было все же я с нетерпением теперь жду второй сезон дорогие друзья с вами был кин всем большое спасибо за просмотр если вам понравилось данное видео то подписывайтесь на канал ставьте лайк а в описании вы сможете найти ссылки на мой инстаграм и группу вака где при большом желании вы можете поддержать развитие канала рублем а я же пожелаю вам только интересных сюжетов и готовы ли вы их взрослой жизни